Всем привет, мои дорогулечки! Запатулечки, как у вас настроение, как жизнь проходит? У меня замечательно. Всем привет! Жмей я здесь, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Но как у нас проходит праздник? Над отношениями в семье нужно работать. До встречи. Сейчас вышла на балкончик. Там уже прохладно. И мой муж ушел, а я что-то захотела. Что покажу вам? Обязательно поделюсь. Сегодня у меня был час йоги. Представляете, занятие было час. Боже, какой кайф! Еле пришла себе после такого расслабления. Целый час занималась. Еще сегодня позвонила мама. Дети там кричат, извиняюсь. Еще сегодня мама позвонила и сказала, что Мари вчера пришла с фингалом большим, с шишкой. Вот здесь, вот в этой части, надбровной. Кто-то в нее бросил камни. Но она тоже вредная, наверное. Ругается, дерется. Деми пришел хромой. И они вчера ему там завязывали ногу. В общем, каждый день какие-то новости. Хорошие, плохие тоже. Мама моя. Был у нее конъюнктивит. И просто я не рассказывала. Такой гнойный. Вроде бы сейчас все нормально. Да, еще один новый сын мой наконец-то уходит в путь. Боже, благослови его путь, чтобы он удачно добрался. И все ваши детки удачно добрались до назначенного пункта. Друзья мои, ну а я, как всегда, на связи. Занимаюсь, рисую, ухаживаю за шримом. Сегодня ничем не занималась. Сколько дней ничем не занимаюсь. То есть покормила и все. А сейчас я буду заниматься очень интересным делом. И расскажу вам, каким. Мы решили сегодня с мужем, так как сегодня суббота, ну что-нибудь вкусненькое покушать. И выбрали крылышки на мангале. Да, я их замариновала. Кстати, замариновала, добавила в соус розмарин. Когда мы были у наших друзей на дне рождения, они рыбу запекли и внутрь положили розмарин. Боже, какой вкусный вкус был. Вкусный, привкусный вкус какой-то. Он так пахнет классно. И вот думаю, боже, неужели здесь не продается у нас? У нее в подъезде растет розмарин, а у нас во дворе растет розмарин. Аж кем не принес. И я думаю, посажу его и буду использовать. Это же такая вкуснятина. Такая приправа, да? Как вам моя причесочка? Я думаю, что нормально. Может, потом что-то другое придумаю. Но пока вот хотелось это после моей длины. А хочется такой, чтобы быстро и все. Вот эта челка, когда отрастет уже, когда челка отрастет уже, уже можно будет вот это срезать. И будет у меня такое густое здесь. Такая челочка густая. Будет хорошо. А сейчас пока так. Ну, я очень довольна. Ну, и в связи с тем, что мы будем жарить крылышки на мангале, я, естественно, их уже замариновала с розмаринчиком, с красным-черным перцем. Кикик не делала. Мне его не нравится привкус. Решила сейчас приправу розмарин попробовать. И еще, что я добавила? Соль и горчицу. И от горчицы они такие красненькие у меня, красивенькие, понадобятся. Вот 3 часа я сделала, уже 4 часа, как они там лежат. Но мой муж только ушел, поэтому, смотрите, начало седьмого, пока еще рано. А сейчас я буду что делать? Я вам расскажу. Друзья мои, я все время хотела приготовить здесь слоеное тесто. Я как-то в начале моего переезда в Турцию покупала слоеное тесто и пекла из него хачапури, помню, там, на Новый год или что-то. И все, после этого с ним не сталкиваться. У нас же полно у меня такого теста, вы сами видите. И недавно я где-то, где-то, не знаю, увидела рецепт обалденного слоеного теста. И решила приготовить его сегодня и показать вам, что для этого понадобится. Я один раз только увидела, и он мне с головы не вышел. Мне понравилось, что там одна бутылка минеральной воды, газированной. Поэтому какой-то был очень интересный, особенный рецепт. И я вместе с вами сейчас все это сделаю. Положу его в холодильник. А 10 числа у нас с мужем. Пятилетняя годовщина нашей свадьбы. И я решила приготовить Наполеон. Он его еще никогда не кушал. Здесь, смотрю, девчонки так делают, продают. Но так дорого все-таки покупать. А зачем покупать, когда я сама могу все сделать? Такую вкуснятину. Правильно? Так что вот, мои друзья, приступаем к работе. Я готовила канатики. Канат по-турецки это крылья. Тут не только крылья и бедра, видите, розмарин. Здесь не знаю, какие получатся. И наколола под эти баклажаны. Ну вот сейчас через 10 минут поставлю в духовку. Включу ее, нагрею. А здесь я буду готовить сейчас тесто из... Где-то много получилось, где-то мало, где-то ровный, где-то неровный. Это не имеет смысла. Сейчас самое главное вот так сложить. Я делаю первый раз вместе с вами. Просто сложить, сделать вид, да? Что мы что-то делаем. Ровно, неровно. Ладно, так получилось. Значит, мы сейчас сделаем это одной рукой, неудобно. Переложим и свернем конвертиком. А здесь у меня жарятся, смотрите. А здесь я вот приготовлю еще сегодня бутерброды с рыбкой. Вот такой вот у нас вышли канатики. Вы видите, когда вы в горчице, такой вкуснятина. Так, вот такие у нас закуски. Редька, салат, бутербродики. Аж кем купила эту закусочку. Вот мы все кушаем. Приятного нам аппетита! Доброе утро, мои друзья! Мое утро началось с выпечки. Коржи, которые я приготовила накануне. Вот один корж у меня уже запекается там в духовке. Посмотрим, что и как. Все вам покажу. Ну, раскатывались они очень легко. Все насыщенные маслом. Извините, прополис во рту. Поэтому вот так разговариваю. Так что вот, посмотрим, посмотрим. Все покажу. Какая мысль мне пришла. Приготовить мужу хачапури по-аджарски. А что, все есть для этого. Сейчас потом, за 5 минут до готовности, яйцо сюда волью. И все. А сейчас я смажу. Вот у меня есть смесь такая яичная. Йогуртовая. Ну, замечательно. Так, первый корж мне не понравился, потому что я его, знаете, как смешала, не так, как надо. Но это будет на крошку. Вот этот раскатала намного лучше. То есть я, смотрите, вот этот я взяла, перемешала вот так, а этот я просто вот так нажала и вот так сюда-туда начала раскатывать. Ну, забыла, конечно, сколько времени прошло, не делала. Ну что, мои милые, родные, дорогие мои зрители, вот такой хачапух получился. Нормально. Нормально. Я довольна. Так, испекла я коржи. Вот первый корж я неправильно сделала. Я его по всем направлениям мотала, крутила. А эти, посмотрите, как хорошо пропеклись, поднялись. Ну, этот нижний пойдет на крошку. Три слоя достаточно. Вот так вот. А сейчас вот муж принес грибы. Хочу сварить макароны. С грибным таким соусом. Туда положу муку, добавлю во время жарения молочко и буду делать крем для нашего Наполеона. И знаете, что в чем беда? Я потеряла тетрадь с рецептами, где у меня записан вкусный-вкусный рецепт заварного крема. Ну, придется искать выход, что-то искать в Ютубе. А также я помыла балкон, в общем, вожусь в воскресенье, хотя нельзя. Мама мне научила, нельзя. Повесила стирочку. По сетке тоже стирка висит. Вот. Дома сегодня никуда не хочу выходить. У меня дела. Будут занятия со мной, моим партнером. И готовить ужин, готовить Наполеон, рисовать нейрографику. Ну, друзья, мне некогда скучать. Настолько моя жизнь интересна. Очень. Сколько в парке сегодня деток. Ну, а там готовится к завтрашнему базару. Вот такие макарошки я приготовила. Значит, грибы, макароны со сливочно-грибным соусом, да? Макароны в сливочно-грибном соусе. И еще добавила сыр. Я не знаю, мой муж поест это, нет. Я ему на всякий пожарный приготовила его классический рецепт макароны. Сок всегда любит макароны с томатной пастой. На всякий пожарный. Ну, все, я пойду кушать, потому что пока он придет, будет очень поздно. Наконец-то мой Наполеон готов. Аж ему очень понравилось. Ну, может, вам сейчас не так понравится. Мне, может, не так понравится. Видите, как хотелось бы. Ну, я старалась, друзья мои. Я старалась. Сейчас я его в холодильник до утра. А утром будем уже пробовать. Знаете, сверху, что нужно делать? Посыпать крошку, перемешивать сахарной пудрой. Тогда она будет красивая и сладкая. Тесто же, оно само не сладкое. А в крошке должно быть вкусненькое, не такое пресное. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик. И поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю. С вами Светлана Ата. Субтитры сделал DimaTorzok